Привет, ты смотришь канал Девайс. Это очень продуманная сборка для игр в 2К на ультрах и для работы, построенная на красной RX 7700 XT с идеальным балансом комплектующих. Сейчас эта видеокарта выглядит максимально привлекательно, ведь являясь прямым конкурентом для зеленой RTX 4070 стоит значительно дешевле. Она очень производительная, благодаря удачно в кавычках слепленному графическому чипу Navi32 на заводе TSMC по 5-нанометровому техпроцессу. Шеститысячное поколение карт от AMD вышло спорным из-за большого процента брака, и это не мое мнение, такова позиция любого сколь-либо крупного сервисного центра. А вот у 7000-й линейки, к счастью, такой проблемы нет. RX 7700 XT предлагает целых 12 гигабайт видеопамяти, а значит она идеально подходит для ультракачества в 2К разрешении без упора в видеобуфер. К слову, игровые тесты тебя ждут в конце видео, но чуть заспойлерю, в Киберпанке 80 фпс на ультрах, правда без лучей. С лучами выйдет 50 с небольшим плюсиков кадров в секунду. Еще один важный пункт – это рабочие задачи. До недавнего времени однозначным лидером в таком сценарии использования были решения от компании Nvidia. Но сейчас ситуация постепенно выправляется, и в том же монтаже и рендере RX 7700 XT проявляет себя, если не на пятерочку, то на четверочку с плюсом. Ссылки на все комплектующие из этой сборки я разместил в описании под видео. Они ведут на проверенные магазины с лучшими предложениями. Пользуйся ссылками, чтобы уточнить сцены, характеристики и отзывы. Процессор представлю скромненько – это опять красный Ryzen 5 7500F. Самый мощный шестиядерник во вселенной, он рвет в клочья по производительности 5600X из прошлого поколения и даже новенькие интелы. Ранее AMD представляла Ryzen 5 7600X. Так вот, 7500F – это тот же камень, но с чуть урезанными частотами, меньшим теплопакетом и отключенной встроенной графикой. Выбор в пользу этого процессора дает большой запас производительности и широкие возможности для апгрейда, ведь платформа AMD будет актуальна еще много лет. Ну а его стоимость – 16000 рублей. Интересуешься компьютерным железом? Тогда присоединяйся к девайсу, подписывайся на канал и ставь лайк на видео, а любые свои мысли и вопросы оставляй в комментариях. При составлении сборки в моих планах было уместить шестиядерник в относительно бюджетную материнскую плату, но так, чтобы в будущем она потянула и восьмиядерные камни, то есть небольшой зазор для апгрейда. После долгих раздумий я остановился на Emos iPro B650MA со встроенным Wi-Fi и Bluetooth. Как показывает практика, ее зоны VRM с небольшими радиаторами хватит и для Ryzen 7 7800X 3D. Пройдусь по основным моментам. Текстолит шестислойный, по заверению производителя с увеличенным содержанием меди. Проверить у меня это не вышло, но по части разгона оперативки она не очень хорошо себя проявляет. Рассчитывай на 6400 МГц при двух планках, не более. Впрочем, по части производительности этого более чем достаточно. Форм-фактор матери MicroATX. Но слотов под оперативку 4 также есть два слота M.2, оба с поддержкой PCI-Express 4.0. Основной разъем PCI-Express идет тоже с интерфейсом версии 4.0. Аудиокодек среднего качества, как и сетевой кодек. А вот встроенный беспроводной модуль радует, ведь он идет с Wi-Fi 6E, который работает с частотами 6 ГГц. Я покупал данную материнку за 19 тысяч. Присоединяйся и к Telegram каналу, там регулярно публикуются рейтинги компьютерного железа, обзоры, сравнения и другой ПК-контент. Но самое интересное, скидочные промо-коды для выгодных покупок. Ссылка на канал в описании под видео. Делюсь секретом. Оказывается, память DDR5 работает в двух канале, даже если поставить одну плашку. Я такой секрет в интернете услышал, но и решил проверить. Оказывается, он не работает. Тесты Аида с одной плашкой выдают куда меньшие результаты. По этой причине приберег секрет на потом, а для этой сборки я взял комплект Адата XPG Lancer из двух планок по 16 гигабайт каждая. Частота по EXPO профилю 5600 МГц при таймингах CL36. Если что, EXPO это тот же самый XMP профиль, но для процессоров AMD. Цена за такой комплект 15 тысяч рублей. В теории частоту можно чуть поднять, а тайминги подужать, но никакой заметной прибавки в производительности это не даст. Предлагаю не заморачиваться, тебе достаточно один раз зайти в BIOS и выставить этот вот самый EXPO профиль. Ну а цена около 15 тысяч. Kingston KC3000 M.2 накопитель на 1 терабайт с высокой скоростью работы и надежностью. По моему мнению, это лучший выбор для ПК в таком бюджете. У него есть DRM буфер и очень адекватный ценник. Я взял вариант на 1 терабайт памяти. После установки винда и драйверов на нем останется около 850-900 гигабайт свободного места под любые игры и программы, какие ты захочешь. Ну а стоимость около 11 тысяч рублей. Говоря об охлаждении, я выбрал ID Cooling SE224 XTS. Это башня с массивным радиатором и одним 120-миллиметровым вентилятором, которое способно отвести до 220 ватт тепла. Правда, производители зачастую хитрят с этим показателем, и в реальном использовании он не такой эффективный, но все равно достаточный для охлаждения 7500F. За 1700 рублей это очень хорошее предложение, кроме того, кулер довольно тихий даже на максимальных оборотах. Фактическое энергопотребление сборки около 450 ватт. И это только в момент пиковой нагрузки на процессор и видеокарту одновременно. В играх этот показатель будет зачастую ниже, потому блок питания First Player AR на 750 ватт имеет неплохой запас мощности. Это очень надежный БП с золотым сертификатом эффективности и отличной элементной базой. Его цена около 6300 рублей. Корпус тоже от First Player со стильным дизайном и откидной боковой крышкой. Три комплектных RGB вертушки на 120 мм, продуманная конструкция и высокая продуваемость. И все это за 4800 рублей, отличный вариант за свои деньги. Самое время узнать, как себя ведет такая сборка в играх. Я взял четыре игры с красивой графикой и высокими системными требованиями и выставил в них максимальные настройки графики. Трассировка лучей отключена, FSR и XESS не использовались, тестирование проводилось в трех разрешениях 1080p, 2K и 4K. Результаты ты видишь на экране. Целевое разрешение для данной сборочки это 2K, в целом FPS для этого разрешения очень даже хорош. Есть небольшой зазор, чтобы включить трассировку лучей. Но вот в Red Dead Redemption 2 ты с кайфом проскачешь по Дикому Западу и при 4K разрешении. Итоговая стоимость компьютера 115 тысяч рублей. У него хороший уровень производительности прямо сейчас и возможность апгрейда в будущем. Если заинтересовался, загляни в описание под видео, там будут ссылки на все комплектующие по самым выгодным ценам. И не забывай про телеграм-канал с промокодами, ссылка на него тоже в описании. Оставляй комментарии под видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Огромное спасибо за просмотр и поддержку, увидимся в новом выпуске!